Здесь есть люди, которые живут давно, и даже были такие, которые помнят, как фашисты на деревьях. Людей вешали, но такого еще не было отношения неприятного. Пятый день без света, пропавшие продукты, отсутствие тепла. Ведь двор по адресу улицы Старосенная, 13, относится к старому фонду, и здесь нет центрального отопления. Здесь проживают больше полусотни жителей. Они уже пятый день обращаются в разные службы, но результата пока нет. Мерзнут даже попугаи. Что уж говорить о людях. Из-за отсутствия света у них не работают электроконвекторы и нет тепла. Он сидит на одной лапке, замерзший, взъерошенный. Мы ему включаем просто газовые конторочки, чтобы он погрелся. Как мы можем отапливаться, если у нас двухконтурные АГВ, и нет света, и все. То есть в квартире температура даже периодически прохладнее, чем на улице. По крайней мере, судя по сегодняшнему. Маленьких детей много, да, во дворе живет? Есть детки маленькие. Ну, как бы, они занимаются... Ну, дети, во-первых, поразъезжались. То есть забрали... В таких условиях находиться невозможно. То есть забрали маленьких детей. Ну, видимо, там, по родственникам, я не знаю, где, в общем, люди. По крайней мере, повыезжали. Кроме того, местные жители жалуются на то, что испортились многие продукты питания. Ущерб трудно посчитать. Холодно в квартире, потому что у нас электрические конвектора стоят. У нас пропали все продукты. Вот... Покажите, что пропало именно. Вот морозилка. Ну, вот, смотрите. Вот вам персик, который мы заготавливали для... Ну, для того, чтобы что-то готовить. Персик испортился? Не только персик. Вот вам баклажаны, которые потемнели уже. Это все сюда вложены деньги. Я даже не знаю, как расценивать этот ущерб, потому что мы все простуженные. Мы не можем... Приходим с работы и готовим только на раз покушать. У вас красное блюдо, да? Ну, слава богу, что поверхность у нас газовая. Мы что-то можем приготовить. У кого электрическое, естественно, этого не могут. Может, в холодильнике тоже что-то испортилось? Да, давайте посмотрим. Холодильник. Вот все течет. Смотрим. Мягкое все. Смотрим, потекло все. Да, видим, сколько жидкостей. По словам одесситов, они обращались и в ЖЭК, и в РЭС, и в мэрию, и в другие службы. Электрики всякий раз говорили, что ток не поступает в щитовую. А вот почему, неизвестно. Вчера приезжал вечером старший мастер ЖЭКа нашего, и он проверял все эти штучки, дрючки, и там сказал, что вот в одной из них не поступает ток. Это ваша щитовая, да? Да, 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 да. Вот третья, по-моему, по счету. Да, третья, видно, она... Вон там обгоревший провод, видите, вот там. И он там попробовал, и говорит, это не поступает ток сюда, с трансформатной водки. И сказал, что там надо что-то поменять. А как давно вообще ремонт этой щитовой, вы не помните, проводился? Ой. Сейчас скажу вам, лет 20 назад точно. Обратились к дежурному электрику ЖЭК, он обследовал внутреннюю проводку дома, сказал, что все в порядке, что на улице стоит обновленная трансформаторная станция, и там пропала фаза. Ну, наши активные жильцы добились все-таки, что приехал представитель аварийной РЭС, посмотрел, что в этой трансформаторной будке все в порядке, и сказал, что это очевидно вот на подключении к дому. И туда добраться невозможно. Заявка как бы вроде бы как прошла, все нормально, мы звоним, туда дозвониться практически невозможно. Вот полчаса, вот ваш звонок очень важен для нас, ждите. И вот это вот полчаса, в течение получаса, ну, кое-как дозванивались. Это копицентр, по-моему, принимает. Колл-центр. Колл-центр. Принимает заявки, они говорят, звоните в аварийку, в аварийку звоним, говорят, звоните туда. Футболят нас, как мяч футбольный, туда-сюда, туда-сюда. И четыре дня света нет. Также, по словам людей, к ним приезжали специалисты из аварийной службы. Но из-за отсутствия лестницы и автовышки у них не получилось проверить провода, которые проложены с трансформаторной будки на крышу дома. Вернули свет людям только в четверг, в три часа дня. Причем уже после приезда съемочной группы репортера и обращения наших корреспондентов в департамент городского хозяйства. Дмитрий Богомолов, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...